Владимир Владимирович, мы с детства знаем, что есть такое понятие, как живая и мертвая рода. Скажите, пожалуйста, как современная наука трактует эти два понятия? Спасибо, очень хороший вопрос. И, как о сказках говорили, сказка ложь, но в ней налег, но бы мол, цуров. Вот понятие живая и мертвая вода, она, наверное, исходит из некоторых других представлений о воде, чем у нас с детства учили, что мы в детстве, так сказать, впитывали. Что мы знали о воде, что мы в школе о ней знали? Что это вещество без цвета, без запаха, его формула H2O, оно необходимо для того, чтобы каждый день пить, и что без воды человек долго прожить не может. Вот базовые сведения, которые я, допустим, подчеркнул из школ по этому поводу. Сегодня в науке бум интереса к воде. Причем разные отрасли науки начинают заниматься изучением воды с самых разных точек зрения. И вот то, что сегодня наука узнала о воде, приводит людей в изумление, в восхищение, масса небывалых эмоций по этому поводу. Потому что все больше и больше мы начинаем понимать, что вода – это некая особенная инстанция, даже живая инстанция, которая обладает массой свойств и качеств, которых мы даже не подозреваем. Вот в этом же плане живая и мертвая вода. Современная наука, раскрывая механизмы формирования воды такой, какая она сегодня есть, вскрыли очень интересные технологии, с помощью которых природа для нас и для всего живого на Земле эту воду очень тщательно, очень аккуратно, очень мудро и очень бережно готовить. То есть вода – это не просто вот эта вот некая жидкость без цвета и без запаха, а заботливо приготовленная природой некая живая субстанция, которая позволяет жить всему живому, что у нас на нашей планете существует. И вот с точки зрения развития человеческой цивилизации, оказалось, что некоторые факторы, некоторые параметры вот этой живой инстанции, которой науке удалось сегодня выявить, вследствие нашей человеческой деятельности техногенной, водой утрачиваются. И вот когда мы говорили о том, что воду нужно очищать, речь шла в первую очередь о неких химико-биологических параметрах, посторонних веществах, вредных для здоровья, которые там присутствуют. И на сегодняшний день, в принципе, большинство критериев, с помощью которых оценивается качество питьевой воды, они не выходят вот за рамки этих химико-биологических параметров. На самом деле, оказывается, вода такая субстанция, которая имеет свою структуру. И от того, какова структура, как выстраиваются, как связываются молекулы воды между собой, зависит свойство этой воды для человеческого организма. Вот оказалась очень интересная вещь, что воду, которую мы употребляем, которая приходит к нам по системе водопроводной, она имеет разрушенную, нарушенную структуру. И если наши телезрители интересовались моментами, связанными с современными исследованиями воды, знают о трудах японского ученого Масару Эмота, который фотографировал замерзшую воду, как она выглядит с точки зрения кристалликов. И оказалось, что в зависимости от того воздействия, которое на воду оказывается, форма этих кристалликов может быть очень красивой, гармоничной, симметричной, либо совершенно безобразной и нарушенной, разрушенной. Вот вода, которая течет из-под крана, к сожалению, имеет разрушенную, безобразную структуру. И вот здесь стоит вопрос, сегодня уже немножко по-другому. Не просто очистить воду, а найти способ, вот как бы привнести в водичку утраченные ей свойства и параметры. И вот в этом отношении наука сегодня то, что она узнала, начинает подходить, находить технологии, которые позволяют привнести в существующую сегодня воду утраченные ей характеристики и параметры. Один из моментов, который оказывает колоссальное воздействие на здоровье человека, это вопрос, связанный с правильной, гармоничной структурой воды. И мы сегодня уже имеем возможность, как бы возродить, улучшить структуру воды, которая к нам в дом попадает. Издавна известно много способов, как сделать воду полезной, как воду сделать здоровой. Один из старых традиционных способов, допустим, молитва. Оказывается, при чтении молитвы, вода меняет свою структуру. При звучании гармоничной, допустим, классической музыки структура воды восстанавливается. Ну, это, будем говорить, так сказать, факторы человеческие. А как можно восстановить структуру, природную структуру воды? За счет чего формируется эта природная структура воды? Она формируется за счет того, что вода течет по руслу, состоящему из различных пород, горных пород, из разного рода минералов, из разного рода, будем говорить, природных излучателей, которые и создают в конечном итоге, готовят вот эту вот гармоничную, замечательную структуру для воды. А что, если попробовать и воссоздать вот эти вот излучения природные каким-то прибором? И вот на сегодняшний день ученые разработали приборы, которые называются структуризаторами воды. Я вам хочу показать один из таких приборов. Этот прибор называется Паркес-Л. Этот прибор, который как раз и предназначен для того, чтобы привнести в структуру воды гармонию, порядок, которые позволят этой воде быть полезной для здоровья человека. Причем привнести в нее такую структуру, которая свойственна структуре природной живой воды. С помощью такого прибора любой человек у себя дома способен приготовить замечательную, вкусную, полезную и исключительно благоприятно воспринимаемую организмом водичку. Для структурации используется прибор Паркес-Л-Гиацинк, который предназначен для того, чтобы записать на водичку частоты, которые излучает этот прибор. И эти частоты соответствуют нашим физиологическим частотам, которые находятся в параметре от 75 до 350 Гц. И таким образом эти частоты записываются на воду. Они становятся... Эта водичка становится носителем данной частоты. А наши клетки, они воспринимают эту частоту, резонируют на нее. И таким образом идет процесс и восприятия воды лучше, и воздействие воды на клетку идет лучше, потому что идет резонанс и возобновление вот этой частоты, которая может быть у клетки по какой-то причине нарушилась. Идет восстановление этой частоты наподобие как матрица восстанавливает нужную природную частоту клетки. Точно так же и водичка будет срабатывать для нас теперь как матрица. Структурирование происходит в течение 10 минут. Здесь идут частоты, которые излучает данный прибор, который находится в физиологическом коридоре частот. И идет инфракрасное излучение. Идет насыщение воды инфракрасными излучениями и запись физиологических частот, которые нужны нашему организму. Спасибо всем, кто был с нами. Спасибо нашему партнеру, торговой фирме «Геоцент». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok